если я разрешаю что-то что мне кажется чужим я косвенным образом причиняю вред и тому чья это собственность намеренно делаю чтобы на себя внимание привлечь нужно проявлять любовь и к природе и принимать все меры по сохранению того богатства что мы имеем как начинается ваш день какие мысли посещают по дороге в школу университет или на работу сегодня практически каждый казахстанец зациклен на своих личных проблемах совершенно не замечая что происходит вокруг а если выделить время и прогуляться по парку или посетить исторические достопримечательности тогда то что нас окружает вероятнее всего повергнет вас в шок разрушенные скамейки и остановки исписаны и изрисованные фасады зданий и не только куда страшнее осквернение культурных объектов мест общего пользования вандализм это антиобщественное поведение лица направлено на уничтожение или повреждение историко-культурных объектов объекты объекты природных объектов находящихся под охранное государство надписями рисунками или иные действия оскверняющие общественную нравственность настоящее время уголовном кодексе предусмотрена ответственность уголовная по статье 294 наказывается штрафом в размере от 50 до 160 месяцев расчетных показателей либо исправительными работами до 160 часов либо арест до 40 суток здесь есть сразу несколько моментов иногда они взаимо влияющие друг на друга и усиливающие иногда они взаимоисключающие первое о чем стоит поговорить о том что уничтожение чего-то неживого является проявлением косвенной агрессии то есть это агрессия которая по идее должна была быть направлена на живой объект и разрушению подлежал живой объект то есть какой-либо другой человек или ребенок что-то что-то должно было быть разрушено но в силу стабилизаторов внутренних стабилизаторов у человека которыми может быть чувство вины или совесть или страх любое из перечисленных или все вместе вся агрессия была вымещена на неживой объект то есть это косвенная агрессия и на самом деле мы видим что в обществе агрессивности много и враждебности многое люди ругаются люди дерутся убивают друг друга и в том числе разрушают агрессия еще имеет свойства и качества быть заразной или передаваемой то есть она не угасится сама по себе то есть на человека накричали он имеет эту агрессию внутри он должен куда-то передать и он может тогда эту агрессию выместить на кого-то или на что-то на сегодня правоохранители большинство нарушений выявляют по камерам видеонаблюдения уже зарегистрировано около 10 тысяч уголовных правонарушений и более 500 тысяч административных кроме того ежедневно сотрудники полиции и военнослужащие национальной гвардии проводят патрулирование улиц и общественных мест с начала 2023 года внесены изменения в уголовный и административный кодекс тем самым классификация вандализма была разделена повреждение мест общественного пользования агрессов остановок повреждение подъезда подъездов например раз повреждение лифтов это все относится к мерам административного воздействия которые ведь с начала 2023 года разработана новая статья статья 143 7 прим один административного кодекса где подразумевает умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества если да в действиях правонарушителей отсутствует признаки уголовно наказуемое деяние то есть причиненный материальный ущерб не достигает 200 месячных расчетных показателей это касается административных правонарушений кроме того в уголовном кодексе предусмотрена также уголовная ответственность в основе более двух тысяч дворов полтора тысяч остановок ежегодно проводится капитальный ремонт более 200 дворов также ежегодно устанавливается 50 теплоосновочных комплексов их состояние мониторится специалистами районных акиматов на основе этих мониторингов мы выявляем нарушения и проводим ремонтно восстановительной работы за прошлый год было выявлено 5000 нарушений в вандализма вандалов мы выявляем с помощью уличных камер время не бывает когда остановка теплая остановка например чтобы не потерять теплопотерь мы сами за кратчайшие сроки за пару дней восстанавливаем стекло в основных комплексов зачастую от вандалов страдают остановки площади и парки места общего пользования чаще всего находятся под видеонаблюдением но даже это не останавливает нарушителей порядка можно было бы списать неадекватное поведение при алкогольном опьянение но и это не оправдание к тому же нередко нарушителями становятся дети законодательство доступ предусмотрено что случае если такое правонарушение совершено несовершеннолетним лицом то здесь уже ответственность принесут его родители когда акт вандализма совершает несовершеннолетнее лицо до действия непосредственно должна быть проведена работа родителей с ним да это вопрос воспитания в том числе необходимо чтобы и в школе с ним провели работу соответствующую нужно повышать нравственные ценности социальную ответственность у подрастающего поколения и наверное необходимо работать психолога в том числе потому что зачастую само правонарушение вандализм это же умышленные действия и здесь человек осознает что он делает неправильный поступок однако возможно так как сейчас в несовершеннолетнем лице он так свою агрессию выплескивает такая проблема у нас существует особенно как со стороны так специалисты когда ты узнаешь что когда ты эту улицу проектировал там и делал наша команда ты видел ее в изначальном варианте и через некоторое время когда ты возвращаешься и проходишь ты уже замечаешь начинаются протаптывать вообще совершенно нерациональные тропинки которые там портят те же самые кустарники очень большой износ идет допустим на мало архитектурные формы потому что некоторые конструкции но предназначен на определенный вес то есть они могут выдерживать там 150 200 килограмм то есть двоих троих детей но бывают случаи когда дети там в порыве игры конечно не это делают не специально неосознанно но взбираются там больше 5 6 человек бывает на одну качелю садится и соответственно происходится быстрый физический износ у конструкции порча исторических объектов сознательное действие люди которые оскверняют культурные достопримечательности и вообще природу как ни странно это те люди которые хотят оставить след в истории вот только вопрос необходимо ли нам такая история здесь есть тоже несколько сторон первое может быть это вообще единственная их заслуга в этой жизни здесь мы говорим об очень серьезном явлении бесполезные люди бесполезные люди люди которые не видят своей созидательной ценности люди которые не нашли себя и не находят вот они находят себя так вот я написал вот здесь там изрезал дерево там краской намалевал они готовятся к этому даже как как-то тратя на это время своей жизни и тогда становится ясно что цель этого человека вот что-то испортить и такие люди тоже существуют люди которые портят жизнь другим людям люди которые портят то что создали другие люди и всегда есть творец и всегда есть такой вот разрушитель я думаю что здесь надо вплотную заниматься воспитанием и привитием ценностей и очень важно разбудить у человека совесть человек у которого нет совести бессовестный человек он не управляем потому что совесть вот системном семейном подходе является базовым регулятором поведения человека в обществе если у человека совести нет он по отношению к обществу не имеет ни норму ни прав никаких ему плевать на чужие права его интересует только его собственное существование здесь и сейчас уже на протяжении десятков лет вандалы оставляют на скале жумбактаз свои подписи а общественники сливают сеть их незаконное творчество мы решили посетить один из самых скандальных исторических объектов казахстана и проверить как отреагируют люди если акт вандализма случится у них на глазах ну вот так вот я я хочу этот здесь оставить свой след напишу напишу там а здесь была ера там что-то и что меня накажут да если хотите можете писать но сами отвечайте и так вот понаписали я вторжок это ж детям останется собственно на этой ноте и закончился наш социальный эксперимент и мы убедились что неравнодушных людей в стране немало практически каждый прохожий сделал мне замечание и попытался предотвратить осквернение жумбактаза значит не все так печально как есть сейчас основная деятельность у нас экологическое просвещение заключается в том что мы информируем разъясняя население у школьникам жителям туристам отдыхающим всем посетителям национального парка о том же природоохранном законодательстве также о мерах природоохранного характера и также о правилах посещения на особо охраняемых территорий которые являются именно национальный парк бурабай вандализм можно назвать это когда повреждаются исторические культурные наследия в том числе природные достопримечательности это наши скалы также деревья могут повреждать повреждаться и борьба с этим первая мера это профилактика то есть мы проводим беседы о том что говорит нужно беречь природу что не надо оставлять свои следы такими путями в вандализма так как краска повреждение корней тоже вот есть такие случаи когда дерево повреждает буквами а плюс б и так далее что этого не надо делать то что нужно проявлять любовь и к природе и принимать все меры по сохранению того богатства что мы имеем и передать дальше дальше как бы поколению уже в том первозданном виде по крайней мере сохранить то что есть чтобы качественно очистить скалы и удалить следы пребывания туристов сотрудники парка бурабай будут использовать экологически безопасное оборудование с помощью сухой вакуумной обработки станет возможным вернуть первозданный вид всем известных стал 2023 году у нас приобретено специальное оборудование для которого чтобы на скалах вот эти граффити все вот такое снимать получается называется торнадо а с к 35 он как бы европе принимает применяете и мы приобрели мы сейчас как бы изучаем ее в марте собираемся выйти получается использовать как бы посмотреть как она работает ножом бактасе например прошлом году как по обследованию всего вот эти надписи всего 54 квадратных метров получается со времен можно сказать советских времен я тут эти надписи снимать вот эти граффити это оборудование работы как вакуумно она не влияет на камень краска от этого граффити примерно даже может достичь до 1 сантиметра это вот все снимается вот этим аппаратом чтобы не допустить повторных актов вандализма ведется патруль лесных массивов и скал уже несколько лет активно работает центр оперативного реагирования практически по всей территории национального парка рассредоточены видеокамеры с их помощью сотрудники парка вычисляют место возникновения пожаров и каких-либо нарушений мы занимаемся в летний период это охрана лесов от пожаров также нарушение правоохранного законодательства в данный момент мы занимаемся сейчас охрана озер проверяем чтобы люди не заезжали на машинах на озера если наши операторы замечают какое-либо нарушение правоохранного законодательства мы отправляем наши дежурные группы у нас на гвп пробай находится здесь лестничество каждом из есть дежурная группа оперативная мы по рации уходим связываемся с ними и они выезжают составляет инициативные протоколы либо если какие-то более сильные правонарушения тогда уже привлекается предохранная прокуратура когда мы говорим уже о общественной собственности да то здесь к сожалению граждане проявляют равнодушие необходимо наверное государство в том числе подключаться в части того что нужно разработать какую-то антивандальную программу для этого возможно необходимы какие-то видеоролики рекламного характера запустить где будут рассказывать к чему приводит вандализм в школах в вузах подрастающим поколению тоже рассказывать да о том что так не нужно делать что нужно проявлять любовь к своему городу к своей истории и вот именно такими методами да совместно со стороны законодательства и со стороны именно нравственного подхода культурного подхода можно как-то правонарушение части вандализма сократить некоторых граждан несомненно возмущают случаи вандализма а каково людям которые занимаются благоустройством города на сегодня в столице готовятся несколько больших проектов по улучшению улиц фасадов домов и озеленению парков в прошлом году у нас более 20 стен домов вообще было разрисованы граффити муралами большими то есть это такой большой трудоемкий процесс который занимает время от придумывания идеи вообще нахождение там инвесторов или спонсоров кто будет делать также нахождение локаций место же немаловажно и поэтому у нас в городе нет определенного четкого плана как допустим по улицам мы собираемся там благоустраивать такую-то улицу или такой-то парк это есть городе а именно по муралам и по граффити это немножко такой более творческий процесс который может возникнуть типа в любое в любое время какие-то авторы идеи артисты художники и приходят и тут у нас есть такой-то эскиз мы хотим его где-то нарисовать и уже далее идет согласование там с районными акиматами с нашей стороны то есть чтобы это было визуально красиво и там идеологически тоже не как ну не вредила имиджи города и планы по именно по муралам они такие вариативные когда-то в один год может быть больше мурал в другой меньше сам разрушенный объект имеет энергию стимуляции к разрушению по мнению психологов если человек заходит в разрушенную остановку или сталкивается с разрушенным объектом то пропитывается агрессивной энергией и несет ее дальше это цепная реакция которая в итоге может иметь печальные последствия городе сна более 30 тысяч уличных камер в этом году мы хотим установить более тысячи камер в основном ломается стекла на основках также элементы детских площадок скамейки если мы видим то что основка сломана стекло сломанное там мы первым делом отправляем туда наших подрядную организацию для восстановления стекла и также мы пишем заявление управление полиции потому что мы не знаем кто сломал это стекло нам надо выявить чтобы мы не тратили из бюджета чтобы вандалы восстановили вот эта первая причина для чего нужны больше камер в городе причины проблемы вандализма в казахстане уходят корнями воспитания и психологии человека зачем почему вечные вопросы к сожалению когда мы решим данную проблему пока не ясно установка видеокамер ужесточение наказания за вандальные действия лишь вспомогательные меры для кого-то вроде бы обычные понятия любви уважения сохранения своей земли но вандалы еще существуют сразу вспоминается цитата из сказки антуана де сент-экзюпери стал поутру умылся привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету